Одним из реперов экономической ситуации считается безработица. Когда много людей не может найти работу, дела плохи. А когда вакансий больше, чем соискателей, хорошо. Детально разобраться с термином безработица, ее официальным и неофициальным уровнем, нам помогает Елена Ивановна Соколовская, заместитель директора городского центра занятости населения. Елена Ивановна, какова в Петербурге на ваш взгляд ситуация на рынке труда? Ситуация на рынке труда в Санкт-Петербурге не является критичной. Безработица официальная 0,5% в Санкт-Петербурге. Что касается безработицы по оценке МОД, то эта ситуация тоже не критична. Это 1,5%, что по сравнению с Россией, она доходит до 4,5%. Елена Ивановна, что означают эти цифры? Полпроцента – это количество официального, признанных безработных к экономически активному населению. Экономически активное население – это не только люди до пенсионного возраста, там мужчины до 65 лет, женщины до 60 лет. И начинается этот возраст у нас от 14 лет. Это экономически активное население. Вы сказали официальная безработица. А есть еще какие-то виды безработицы? Безработица, она бывает разная, она бывает структурная, экономическая, официальная. Официальная – это количество официально признанных безработных, то есть тех граждан, которые обратились в государственную службу занятости, предъявили полный комплект документов и были признаны безработными, получили статус официальный. Есть неофициальная безработица, это люди могут находиться за свой счет в отпуске, они могут находиться в простое по вине работодателя, либо по вине работников. Это люди, которые заняты неполную занятость. Неофициальная безработица, то есть это часть людей, которые не имеют статуса, либо не могут ему иметь в соответствии с законодательством. Сейчас многие бизнесмены сетуют на низкую платежеспособность населения. Она повинна в изменении в структуре спроса на потребительские товары. Как может низкая платежеспособность населения повлиять на рынок труда? Что такое структурная безработица? Это люди по отраслям. Допустим, какая-то осва... В свое время в Санкт-Петербурге пострадала химическая промышленность. Тогда структурная безработица стояла из сотрудников представителей химической промышленности. Что такое безработица? У нас есть профессиональные безработные, то есть люди, которые не хотят, не будут работать. Их не очень большой процент. Безработица бывает разной. Потери работы для человека – источник стресса. Меняются стиль жизни, окружение и отношения. Но это и шанс измениться, обрести новые цели и смыслы. Тем более, что в Петербурге, по данным Центра занятости населения, новую работу люди находят в среднем за 4 месяца и 20 дней.